Совещание с предпринимателями председателю Балпарламента начал с вопросов кредитования. Бизнесу сегодня просто необходимы дешевые кредиты, то есть под небольшой процент и на долгий срок. Иначе вести бизнес сложно, сетут предприниматели. Снижаются сейчас проценты ставки, есть уже снижение. Я еще в прошлом году брал по 21,5, а сейчас уже предлагают 14. Правда, вот мы подали заявку и очень долго рассматривается. Очень тяжело стало действительно получать кредиты. Для торговли мы тоже хотим, чтобы нам тоже процентная ставка была ниже. Председатель облпарламента пообещал содействие законодателей. С банкирами будут разговаривать и просить идти бизнесу навстречу. Тем более, многие бизнесмены региона не просто стараются зарабатывать, но и о развитии региона думают. Они очень активно работают практически по всем направлениям. Они и занимаются бизнесом, они работают и в социальной сфере. Они, если это бизнесмены, безвозмездно решают очень серьезные вопросы поддержки различных социальных проектов. Вот тот же самый Ивакян Сергей Грачевич построил памятник Владимиру. Здесь, в Кольчуге, на университетском театре с социальными показами фильмов. Любые наши мероприятия, которые мы проводим, районные, все диаспоры участвуют, участвуют лично, участвуют даже и финансово, и идут навстречу любому нашему проекту. Бизнесмены области в непростых условиях находят время и для благотворительности. В частности, армянская диаспора нередко оказывает помощь детям и пожилым людям. В Кольчуге насоздали даже особый фонд. Немного, там человек, наверное, где-то около 50. Они каждый по 2 тысячи рублей собирают, и это получается 100 тысяч рублей в месяц. И помогают тем людям, у которых нет возможности особо там здоровым связано все. Вот помню, имеют недавно только девушку из Баши Кузьминского, отправили в Швейцарию, имеют сюда на операцию. А вот еще конкретный пример. В этом году в Кольчуге открыли новый детский сад. На него потратили более 75 миллионов рублей. Для жителей города это стало большим событием, ведь новый садик решил проблему очередей в дошкольных учреждениях. А к 2018 году в Кольчуге появится новая школа. Очень важный вопрос, который был решен в этом году для Кольчугина, это строительство школы, о которой вы упомянули. Это не просто еще одна школа, современная школа, где дети получат лучшее образование, лучшие возможности. Это убирает очень большую проблему для детей в Кольчугино. Это проблема второй смены школы. Никита Королев, Артем Горчаков, 6 канал.